Здравствуйте и добро пожаловать в МАКС! Дизайн, фотография, видеомонтаж, анимация, веб-дизайн, производство аудио и многое другое. Наверное не осталось ни одного фото или дизайн блогера, которые бы не прокатились на волне хайпа поднятой этой конференции. И уж как только не облизали компанию Adobe за те новинки, которые они представили. Его лизнули! Хорошо, возьми образец. И давайте сюда. Оно в банкетном зале. Хорошо, мы идем. Ну и уж кто, как не я, в эту огромную сладкую бочку меда, перемешанную с лестью, добавит маленькую горькую ложечку дегтя? Оп! Вот я, я, я. Ну а вы на канале ArtFootalife, меня зовут Серджио и поехали! Проверка микрофона, немного АСМР. Веселенькая заставочка, давайте перемотаем ее. Ну, круто, конечно, не поспоришь ничего, да. Вот, на видео идут какие-то люди, и с видео этих людей убирают. И это не статическая картинка, она динамичная. Искусственный интеллект позволил убрать людей, восстановить картинку, как будто их здесь нет. Ну, есть некие погрешности, появились какие-то объекты. Здесь все-таки дорога какая-то, тут то ли люди ходят, то ли велосипедная дорожка. Но да бог с ним, ладно. Непонятно, почему они убрали четверых людей слева, а пятого человека справа, который идет из-за кустов, игнорировали. Но для чего это нужно? Для создания фейк-новостей, что ли, я не могу понять? Ну, вот, например, мы снимаем новости и говорим, что сегодня состоялся митинг в поддержку пивных животов, и на самом деле вместо заявленных пятерых человек там присутствовал всего лишь один. Так что ли? Ну, а почему бы искусственную интеллекту не поставить более сложную задачу? Убрать вот этого человека как раз одного, который идет за кустами. Вот здесь интересно, справился бы он или нет? Ну, да, поставили искусственную интеллекту, я считаю, достаточно простую задачу. Ну, сгенерировал он, причем, ну, далеко не идеально. Вот этот столбик у нас очень сильно отличается от тех столбиков фонарей, которые вот идут за ним. Вот здесь пропал вот этот вот желтый сегмент, который должен, по идее, быть здесь. Появились какие-то объекты непонятные. Ну, ладно, здесь размыльная картинка, здесь можно и не догадаться. Ну, опять-таки, смысл этого всего? Ну, для того, чтобы снимать какой-то блог, да, приехать на Мальдивы, убрать всех людей и сказать, «Ой, посмотрите, этот пляж предназначен только для нас и больше не для кого». Ну, да, конечно, круто, но можно было сделать что-нибудь другое, более интересное. Ну, например, идет жених с невестой, свадебная видеосъемка, перед ними пробегает черная кошка. Вот взять и удалить эту черную кошку, вырезать из видео, и чтобы искусственный интеллект восстановил все эти объекты, и бэк, и фронт, для того, чтобы картинка осталась целостной, и этот котик бы ушел с кадра. Вот это было бы интересно на этой презентации. А так, ну, да, ну, неплохо, наверное. В плане применимости, непонятно. Ладно, давайте посмотрим дальше. Дальше, мне кажется, тоже будет достаточно интересно. Перематываем. Так, дорисовываем галстук. Искусственный интеллект предлагает различные галстуки, там, от белого до черного, полосатого, выбирай любой. Да, вот это вот, еее, круто, да, вот на самом деле круто, да, все обратили внимание, что все складки на галстуке соответствуют движению этого человека, светотени, все это идеально сделано, но, блин. Вот знаете что, вот все смотрели на галстук, но никто не смотрел на воротник. Давайте я вам сейчас объясню. Смотрим на воротник. И давайте, наверное, даже сделаем сейчас мы вот так вот. Да, в видео у нас фигурирует вот такой воротник, который называется воротник бабочка. И на этот воротник обычно и одевается галстук бабочка. Почему вдруг вместо бабочки они решили использовать обычный галстук, вот эту вот селедку, мне не совсем понятно. Ну, да, с точки зрения этикета, наверное, можно допустить, что на такой воротник оденется обычный галстук. Ну, на самом деле так не принято. Ну, да ладно, я-то обратил внимание немного на другое. Ну, вот смотрите, вот этот воротник, вот. И на этом воротнике, ну, как правило, именно используют галстук бабочка. Возможно, у них во время репетиции вот эта вот генерация галстук бабочка, я так думаю, скорее всего выдавала живую бабочку. И они, наверное, немного отошли, изменили сценарий. Но они не предусмотрели один маленький нюанс. Давайте мы с вами вернемся к нашему видео. Итак, вот мы здесь, друзья, видим у нас галстук бабочка. Когда вы видите, уголочки вверх торчат. До того места, вот, кадр идеальный. Смотрите, что они сделали. Вместе с галстуком здесь появился классический воротник. То есть, сейчас вам покажу. Был такой воротник, стал вот такой воротник, классический. Обратите внимание, вот эти вот уголочки, которые находятся на воротнике бабочки, они никуда не ушли. То есть, по сути дела, на воротник бабочка наложился классический воротник. И получился такой классический воротник с торчащими еще вверх вот этими уголками от воротника бабочка. Ну, блин, вау, круто. Вот, смотри, давайте вот этот момент, прям я хочу еще раз его показать. Смотрим, смотрим. Ну, вот, друзья, в общем-то, что и требовалось доказать. Компания с оборотом 3,2 миллиарда долларов в год допускает такой косяк во время такой презентации, куда они хотят привлечь сотни, тысячи, может быть, миллионы новых подписчиков. Ну, извините меня, конечно. Ну, вот я один снимаю блог полностью, сам пишу сценарий, все снимаю, расставляю свет, видео, сам монтирую, сам публикую, все, один человек. И когда я допускаю какую-то ошибку, ну да, они бывают у всех, я очень сильно переживаю за это. Я, бывает, какие-то видео даже удаляю, выставляю новые, переснимаю их, потому что мне стыдно за те косяки, которые я допускаю. Но здесь, извините, они обосрались, по сути дела, на весь мир с этим воротником, и при этом еще вот это... Вау, ес, блин. Это вот то, что называется испанский стыд, мне кажется. Ну, вот здесь, конечно, вот это вот круто. Вот это вот, наверное, будут использовать вообще многие видеомейкеры, да? Это же так важно, вот в клипе или в фильме, да, вот рисунок на капучино, вот этот вот, просто взять и изменить, и добавить в него дополнительных листочков. Капитализм, счастье, заебись. Это, это, безусловно, очень полезный инструмент. Ничего не скажу, блин, не знаю. Ладно, давайте мы перенесемся немного дальше. У нас есть здесь более интересные моменты. Вот эти вот вещи, конечно, да, это вот все круто. Ну, нарисовали мы там карандашом, да, коряво кота. И он нам сгенерировал раскраску, друзья. Аллилуйя, 21 век на дворе, адоп наконец-то научился делать раскраски. Классно. Я такие детям в поезде покупал, блин, 20 лет назад. Ну, ладно, ладно. Хороший, нормальный инструмент, можно его использовать. Облегчили труд многим. Можно теперь просто за ворота выставлять кучу дизайнеров и художников, потому что они теперь нахер никому не нужны. Ну, вот это все, ладно. Мы с вами фотографы, это не очень интересно. Давайте посмотрим, что еще у нас тут есть. Ну, вот эти вот дизайнерские штучки, я, наверное, тоже их промотаю, пропущу. Это нам с вами не очень интересно. Давайте посмотрим, что тут есть еще. Ну, вот это вот просто вообще очередной испанский стыд, да, когда, смотрите, снимают человека в офисе. Как звук тут ему заткнуть. Да, ну, в общем, снимают человека в офисе, и у него падает свет с ламп и справа, и слева. И потом эту картинку вставляют в живописную, какую-то экзотическую, да, не знаю, что это, какие-то постройки древние, да. И вот, типа, я не могу на это смотреть. Выколите мне глаза. Ну, это же, блин, это было стыдно смотреть 20 лет назад в фильмах. Ну, что это вообще такое? Это серьезно, что ли? И вот это они представляют на презентации своей в 2023 году. Во-первых, светотень как падала у него с двух сторон, так и падает. Я вообще не понимаю вот этих диких восторгов на этой презентации. Но это просто трэш какой-то, ну, честное слово. Но видно же, что вот тут реально видно, что он просто сюда вот врезан. С этими вещами еще как-то поиграться, ну, здесь более-менее так интересно, да. Когда снимают человека, снимают отдельно какую-то картинку и делают из него лилипутика. Вот такого. Ну, да, ну, вот это забавно. Это забавно. Здесь уже как-то и тень прорисовалась. Ладно, все, здесь мое почтение. Ставлю лайк. Улучшение резкости в старых фильмах, да. Ну, тут, кстати, неплохо. Вот это неплохо. Здесь я посмотрел, я соглашусь. Здесь достаточно интересно, молодцы. Вот здесь ничего не скажешь. То есть, вот это огромная заслуга. Можно просто архивы тысячу-тысячу часов старых фильмов переснять, пропустить через искусственный интеллект и на выходе получить уже интересную картинку на взрыв мозга. Ну, да, возможно. Чаплина можно будет смотреть в более высоком разрешении. Конечно, это оценит потомки, да и мы тоже. Дюк-дюк-дюк-дюк-дюк. Так, двигаемся дальше, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Вот очередное, блин. Ну, да. Да, научились они разделять картинку, сепарировать ее и отделять отдельно отражение в стекле, в витрине от того, что находится за этим стеклом. Ну, наверное, это круто. Ну, во-первых, это работает, как я поглядел, достаточно коряво, потому что остаются артефакты. И опять-таки непонятно область применения вот этого. Вот где это можно применить? Ну, такого же эффекта я могу добиться, например, просто навсего накрутить на объектив поляризационный фильтр. Он также позволит мне снять без дополнительных отражений. И чем круче полярик, тем он это сделает более четко и правильно. Ну, вот они отделили отражение, да, и все равно какие-то моменты остались. Я не знаю, чему тут восхищаться. Пишите в комментариях, где это вообще можно применять? Вообще для чего это? То есть вот мы снимали девушку, нам лень было зайти в комнату, да, и красиво сфотографировать. Мы ее сфотографировали там через стекло, и потом убрали это отражение. Мне, наверное, не понять. О, вот это, ребят, на что я хотел обратить ваше внимание. Я не знаю, вот, да-да. Давайте мы посмотрим этот кусочек. Искусственный интеллект у нас определил людей, и их можно передвинуть. Ну, давайте-ка мы вернемся немножко назад. Вообще вот кто-нибудь что-нибудь заметил на этой картинке? Но ведь это люди здесь не идут. Их уже сюда врезали изначально. Вы посмотрите, насколько фон не соответствует ни по освещенности, ни по тональности цвету, ни по тонировке. Это абсолютно разные, несопоставимые объекты. То есть, судя по всему, этих людей вообще снимали где-то в студии, и потом их заранее уже наложили на эту картинку. Картинку изначально сделали размытую, то есть они подготовили почву для искусственного интеллекта, чтобы ему легче было определить этих людей. Обратите вот на такую особенность, от этих людей тень не падает. Они что, вампиры какие-то или что? Я не знаю, блин, столько было восторженных здесь звуков. Почему они какие-то белые, а сама картинка теплая? Ну, еще раз скажу, компания с многомиллиардным оборотом и допускает такие косяки. Вы меня, конечно, извините, но это просто стыдобище. Вот смотрите, она как будто парит в воздухе, девушка. Она даже вот видно, что она просто не стоит на твердой почве на этой плитке. Явно картинка интегрирована сюда абсолютно с другого. То есть взяли просто городской пейзаж, специально его размылили, взяли студийный портрет, вырезали сюда людей, и теперь нам показывают, как это при помощи искусственного интеллекта можно их передвигать там влево-вправо. Я не знаю, это какое-то шулерство на самом деле. Я по-другому никак не могу это назвать. Ну вот отдельный инструмент определяет людей, и мы можем их удалить. Ну, наверное, да. Только знаете, что самое интересное? Людей-то они вот убрали, но там мы видим тень от этих людей, тень осталась. Ну ладно, такое уже. У меня зла просто не хватает. Они не хотят, интересно, бесплатно раздавать, блин, чтобы мы обкатали этот инструмент. Они же деньги за это берут. Так, ладно, что тут дальше? Ну, вот это меня вообще порадовало. Что же сейчас будет? Что же сейчас будет? Может быть, появится тени? Собачка появилась. Ну, собственно говоря, какая может быть собака у вампиров? Ну, такая же, которая не отражается в зеркале и не отбрасывает тень. Все какое-то картонное, искусственное. Блин, это показывать на презентации. Ой. Видно же, что... Ну да, больше-больше делаем. Ой, развернули, да? Ой, развернули, зеркало сделали слева-направо. Ну, надо же. Где тень от собаки? Где тень? Ой, вообще, круто, вообще. Зачем тень, если можно, блин, клетчатую рубашку поменять на красную кофту? Да насрать на эти тени. Во-первых, у меня вот все равно, блин, у меня такое подозрение, что люди сняты отдельно. Но вот смотрите, область перехода. Ну, не могут же волосы иметь вот такую вот строгую линию. То есть вот здесь справа мы видим волосинки, а здесь нет. Вот складывается впечатление, что всех этих четверых людей сняли отдельно и запихнули на этот фон. Вот опять здесь у нас афроамериканец. Он такой четкий, в резкости, а три других персонажа, они в размытии. Давайте посмотрим, что нам покажут. Какое чудо. Так, соу, соу, я так тоже. Да, маджик шоу вообще. Маджик еще такое, что... Ну да, человек симметричен. И, собственно говоря, искусственный интеллект, имея одну даже половину человека, вторую может дорисовать. Ну, тут ничего сложного нет. Но все-таки меня не покидает вот ощущение, что вырезали они отдельно этих людей. Ну, прям вот вырезали. Картонные они какие-то, неестественные. Вот опять, по тональности разные абсолютно. Ну, разное освещение. Ребят, может, я один это заметил? Напишите. Вам не кажется, что это на самом деле реально просто на размыленную картинку наложили вырезанных людей и теперь их двигают просто перед нами? Ну что, друзья, в целом, какие-то вещи порадовали, какие-то на самом деле немного огорчили. И я не знаю, насколько сильно компания Adobe уважает своих подписчиков, но вот в этом видео мне показалось, что все-таки они нас немного недолюбливают. И да, безусловно, новый Lightroom вышел очень классно и классное обновление. Я о них рассказывал в предыдущем видео, можете посмотреть. Да, там на самом деле очень полезные, интересные инструменты. То, что показали нам здесь, на этой ежегодной конференции, ну, честно говоря, не то, что даже слабоват. Я думаю, что компания с таким оборотом и с такой популярностью могли бы более серьезнее отнестись к презентации, избежать каких-то вот таких вот мелких нюансов. Вот эти картонные люди, которых они там перемещали, которые не отбрасывают тень. Все это выглядит немножко как бы халтурно, что ли, неестественно, но и выдает какую-то, знаете, подготовку такую на отвали. Ну, типа провели и провели. Ну, в общем, и все, что я хотел сказать в этом видео. Не знаю, понравилось оно вам или нет. Я просто хотел с вами поделиться тем, что я заметил, просматривая эту конференцию. А с вами, друзья, как всегда, был Серджио. Не забывайте заглянуть на мой сайт. Там вас ждет в подарок набор пресетов Desire для Lightroom и Camera Raw. Подписывайтесь, чтобы не потеряться на просторах интернета. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Мне важна любая активность. Я в любом случае все читаю, просматриваю и по возможности отвечаю всем написавшим. Желаю вам творческих высот, всем добра и мира, и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...